До старта домашнего первенства России под дзюдо еще два года, но подготовка уже идет полным ходом. Юные спортсмены тренируются два раза в день и покоряют как классический вид дзюдо, так и японский. Иностранный тренер, как его называют в Варнауле, Сенсей Эрден, делится своим огромным опытом с дзюдоистами. По словам ребят, главная их задача – это победа. Конечно, надо войти в призы, чтобы оправдать всю работу, которую мы проделали, и постараться. У нас разница такая, если нам ставят в основном русскую технику дзюдо, а соответственно уже Сенсей Эрден, он нам ставит чистую японскую технику. С самого начала мы начали проходить все. Интереснее, конечно, в японской технике. Почему? Ну, потому что там больше углубляемся в этот спорт, больше понимаем. Команду учат и учат со всех сторон. Иностранный тренер. Раз, два. Самообразование, чтобы тренировки не мешали урокам, детям предоставит репетиторов. И третья составляющая будущего успеха – сборы. Первый уже состоялся. И фокус у них был только на тренировочном процессе. Они, чтобы не отвлекали ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни друзья какие-то там со двора. Вот чтобы они полностью сфокусировались и тренировались. И я думаю, что это уже видно, что ребята по-другому относятся к тренировочному процессу. Соревнования пройдут в Титов-арене, где будет уложено 4 новых татами. По итогу отбора сбор на Алтайского окрая будет состоять из 30 человек. А бюджет мероприятия составит не менее 20 миллионов рублей. Основные расходы на региональном Минспорте и Краевой Федерации Дзюдо. В 2023 году Барнаул вновь станет столицей спорта. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком.